всем большой привет я вижу что многих мой пост удивил многие спрашивают что может быть кто-то взломал страницу может быть взломали мою страницу может это не я пишу да нет вообще-то все свои посты пишу я сам поэтому я думаю что стоит сделать эфир и немного поговорить с нашими подписчиками потому что некоторые люди забывают что мы должны не только писать хорошие не только хвалить но иногда и говорить то что мы думаем что нас волнует да потому что фейсбуковская страница или телеграм-канал или паблики это не ресурсы где ты только хвалишь и говоришь что все хорошо а мы собственно говоря 99 процентов мои страницы это позитив 99 процентов информации это хорошая информация я сегодня не планировал делать принципе эфир потому что уставшим мы ехали широкскую область ну давайте поговорим для того чтобы не было разночтение для того чтобы не было недопонимания я думаю что стоит действительно сделать этот эфир и объяснить почему я написал этот пост еще раз повторю что действительно я считаю что люди которые преступники люди которые аферисты люди которые могут лгать оболгать других людей у них больше возможностей быть и в правительстве и министерстве обороны да и сегодня да я думаю что стоит сделать такой эфир где я расскажу что например я вижу да и понимаю что это пойдет большой вред во первых давайте начнем с того что мы пока не видим ни одного шага по да мне одного шага по поддержке армянской диаспоры то есть нужно нам диаспора или нужно судя по всему нет то есть те же самые главы организации приходят встречаются с командой никола пашняна те же самые послы сидят на своих постах то есть все кто воровали во время войны деньги все кто являются наглыми ворами они все остаются на своих постах продолжают получать государственные деньги из госбюджета армении да а те люди которые три с половиной года те люди которые 10 лет те люди которые вложили огромные силы и вкладывают свои силы да в ту чтобы сделать хотя бы один шаг вперед а те люди которые есть условно говоря для команды пашняна так если ты не преступник если ты не бандит то ты хихиха ха там да и так далее там подобное это касается в том числе армянской диаспоры сегодня мы должны четко понимать что за четыре года да команда пашняна так и не обозначила нужна ли им армянская диаспора или не нужна потому что судя по всему нужны только воры в законе послы да весь сброд криминал да в открытую на критикуем этих людей но этих людей все равно есть место потому что что у нас у нас уже три месяца прошли прошло с момента выборов да у нас те же самые послы преступники остаются на своих местах а почему потому что эти послы могут найти язык с командой пашняна потому что команда пашняна находит язык с людьми у которых есть деньги которые могут наголо врать я так вижу эту ситуацию значит никол пашняна его команда не справляются со своей работой потому что если все армяне греции жалуются что посол армении в греции кончены подонок да и что там огромное количество денег пропало во время 44 дневной войны и мы до сих пор не меняем посла армении в греции с чем это связано почему арарат мерзаян не избавляет людей которые мучаются в греции от посла армении в греции можно как-то объяснить мы все говорим что посол армении в россии отвратная личность однако посол армении в россии продолжает работать на своем посту Почему? Потому что команде Пашляна выгодно работать с послом Армении в России. Почему? Потому что у него много денег. Тогда нужно выйти по телевизору и сказать посол Армении в России Вартан Тоганян. Нам нравится, потому что у него много денег. А вот вы, люди, у которых нет денег, но которые сделали тысячу раз больше, чем Вартан Тоганян, вы нам нахер не нужны. Вы идите, скажите это перед всем народом. Потому что в России, где живет 2,5 миллиона армян, все говорят о том, что посольство Армении в России является мертвым, парализованным. Но оно продолжает работать. Мы не меняем посла. Почему мы не меняем посла? В чем проблема? Почему мы не можем поменять посла Армении в России? Почему мы не можем поменять посла Армении в Германии и Польше, откуда идет огромное количество жалоб? Арарат Мирзаян заменил, предположим, министров иностранных дел, которые у нас были от Сержа Сарксиана. Мы не можем поменять. Почему 10 месяцев с момента войны прошло, да? И сегодня мы должны понять, что в Арцахе деньги воруют в 10 раз больше, чем при Серже Сарксиане. Как такое может быть? Неужели команда Пашняна не задает себе вопрос? Как такое может быть, что при Пашняне воровали деньги больше, чем при Серже? Как такое может быть? Неужели министры в команде Никола Пашняна не задают себе такой вопрос? Почему при Пашняне людей в Армении обворовывают больше, чем при Серже Сарксиане? Значит, Араик Арутюнян и все правительство Арцаха срать хотели на команду Пашняна. Или так, или команда Пашняна хорошо знает, что там деньги воруют и закрывает глаза на воровство. Я другого выхода не вижу. Почему Пашнян ни разу не заявляет, что воровать деньги, которые выделяются за счет налогоплательщика Армении, это плохо? И неужели команде Пашняна не стыдно каждый день слышать, что возбудили уголовное дело на министра здравоохранения, экс-министра, да? Неужели в команде Пашняна нет ни одного человека, которому стыдно было бы, что каждый день мы слышим о уголовных делах в Арцахе? То есть возбудили уголовное дело на экс-министра здравоохранения Арцаха. Я не пойму, люди, которые по всей Армении работают, они что, рабы Карабахского клана? Или у вас есть какой-то уговор с этими людьми? Люди, которые каждый день работают, налоги платят и доверяют эти деньги команде Никола Пашняна. Команда Никола Пашняна не задает вопрос, араик Арутюнян, что у тебя творится в Арцахе? Неужели мы не задаем вопрос такой Арцаху? А нам не жалко людей, которые работают в Армении? У нас в Сисяне нет дорог. Мы даем 100 миллиардов араику Арутюняну. У нас в Сисяне нет дорог. У нас страшная ситуация в Артыке, Ширакская область. Тогда давайте отдадим эти деньги Артыку дадим, давайте Веде отдадим. Почему мы отдаем Араику Арутюняну? Может быть у Араика Арутюняна хорошее отношение с командой Пашняна, поэтому Араика Арутюняна и все его правительство погрязли в коррупции. Тогда чем вы лучше, Сержа Саркисяна, если вы позволяете этому воровству там процветать? Если вы не находите в себе силы дать жесткую оценку коррупции и махинациям? Я, в моем понимании, да, что за 10 месяцев нет никакой критики в адрес Арцаха. Почему? Почему? Нужно просто объяснить людям, почему вы не критикуете коррупцию и махинацию? Почему вы просто каждый день говорите, возбудили дело, арестовали, украл столько, украл столько. И что дальше? Что дальше? Что дальше? Сегодня мы говорим, что у нас 2,5 миллиона армян в России. У нас, по сути, нет никакой политики работы с этими армянами. Сегодня прошло 10 месяцев. Мы ни разу не призвали армян России или армян диаспоры возвращаться в Арцах. А почему? Почему мы не призываем армян России и диаспоры вернуться в Арцах? Значит, это никому не надо, правильно? Тогда нужно ясно сказать, что таких призывов не будет, что у нас нет такой задачи, что у нас нет такой программы. Надо вот так сказать. Но вот Карина Байрамян говорит, там очень сильная мафия. Значит, у мафии больше прав перед командой Пашиняна, чем у порядочных людей. Так нужно рассматривать ситуацию. Значит, сегодня, если человек убийца, преступник и мафия, у него больше прав перед правительством Армении, перед властями Армении, чем у людей, которые... Вот мне недавно рассказывали ребята, два врача. Люди приехали работать в Айос-Дзоре. Люди приехали с диаспоры работать в Айос-Дзоре. Так сделали в Ерагнадзоре, что люди сбежали оттуда. Потому что наши друзья, которые работали в роддоме, они сказали, что взяток мы брать не будем. Работники роддома Ерагнадзора сделали так, что эти люди плюнули и оттуда уехали. Потому что люди в Ерагнадзоре говорили, как? Мы что, не будем брать взятку, роженить? Как такое может быть? Все. 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 Эти люди категорически против. Так зачем тогда мы 4 года почти зовем представителей диаспоры в Армению, если человек пришел работать, приехал профессионал работать в Ерагнадзоре, в роддоме, а в Ерагнадзоре говорят, В Ерагнадзоре говорит, что получается, что команда Пашиняна 4 года на каждом шагу говорит, приезжайте, работайте в Армении. Сегодня нет ни одного ресурса русскоязычного, чтобы люди, которые сталкиваются с проблемами в Армении, понимали вообще, откуда получить какой-либо ответ на какой-либо вопрос. Мы не открыли ни один информационный ресурс, мы об этом тысячу раз говорили. Значит, если это не открывается, значит, или команда Пашняна страшно боится тех, кто сильнее, чем они сами. То есть команда Пашняна похожа на команду Кочаряна и Сержа. Главное не впускать там людей, которые чем-то могут помочь, иначе они могут стать умнее, чем они сами. Мне кажется, это очень позорное поведение, да, я говорю это как есть, это просто позорное и постыдное поведение. А оставить 2,5 миллиона русскоязычных армян в России и по всему миру у нас как минимум 4 миллиона русскоязычных армян. Оставить их на телеграм-каналы, чтобы они читали в телеграм-каналах, что там есть, а чего там нет. Ну, не знаю, может быть, команда Пашняна держит телеграм-канал Баграмян26 и считает, что Баграмян26 достаточен для того, чтобы пиарить команду Пашняна. Но если вы считаете, что этот формат достаточен, то люди, которые уволились из роддома Евы Игнады...